Коммунальная тема номер один. Этой осенью новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. На нее Чуваша перешла с 1 октября. Сейчас жителям начали проводить китанцы и появилось много вопросов. Чтобы ответить на них, в редакции газет Советской Чуваши провели прямую линию. Слушала и делала выводы Ольга Пырочкина. Телефон начал разрываться, как только наступило заявленное время о прямой линии. Еще более 80 вопросов журналисты получили от жителей до начала. Однако их все можно разделить по темам на три группы. Самый популярный вопрос от жителей частного сектора звучит так. Китанцы уже пришли за октябрь месяц, когда у нас еще нет ни контейнеров, ни машины ни разу не приезжали. Анализ показал, что действительно не во все сельские поселения у нас перевозчики заезжали и оказывали данную услугу. В тех сельских поселениях, где услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами не оказывалась, глава сельских поселений с несколькими потребителями составляет акт и будет, соответственно, произведен перерасчет. То есть за тот период, когда услуга не оказывалась. Если же кто-то из собственников, все-таки получив платежный документ, уже успел оплатить, эта оплата будет зачислена в счет будущих платежей. Следующая по популярности тема. Жители сел и деревень считают, что мусора не производят. Во всяком случае, не на норму потребления в 2,02 куба на человека в год. У нас подселье что-то слишком дороговато, что думается. Мы уже на селе живем. У нас же получается не как в городе. В основном-то у нас отходы идут корм скоту, пищевые отходы. И на наложенную кучу. Только мусора мы не можем найти просто. Отсутствие мусора иногда объясняется свалками в близлежащих оврагах, отметили эксперты. А если за услугу придется платить, то и необходимость выбрасывать мусор куда попало отпадет. Практика показывает, просто пример приведу, что есть сельские населенные пункты, где за время работы рекоператора мусор удивительно прибавился в разы. Если вы говорите, что сейчас что-то утилизируете, возможно, вы что-то перестанете утилизировать. А что делать, если человек является собственником нескольких домов или квартир? Неужели платить по всем адресам? И это еще один из самых часто задаваемых вопросов. Если вы прописаны в квартире, но в настоящее время там не проживаете, вы должны обратиться в адрес регионального оператора для того, чтобы вам произвели перерасчет. Если вы заранее знаете о том, что вы там не будете проживать, вы можете написать соответствующее заявление в адрес регионального оператора. Тогда начисление платы вам производиться по данному жилому помещению не будет. Но свое отсутствие по месту регистрации вы должны будете подтверждать каждые 6 месяцев. Вся подробная информация и контакты регионального оператора, куда нужно обращаться с заявлением, есть на сайте. Адрес вы сейчас видите на экране. Кроме того, подробные ответы на заданные вопросы будут в ближайших выпусках газеты «Советская Чувашия». Все звонки сегодня поступили от жителей районов республики. Так что про Чебоксары вопрос от нашей съемочной группы. По дороге на прямую линию мы специально обратили внимание на контейнерной площадке. Мусора в баках не было, а вот так называемый крупногабаритный мусор на месте. Как ответил генеральный директор рекоператора МВК-экоцентр Виктор Лугуновский, вывоз старых диванов, оконных рам и унитазов – их зона ответственности. Просто делается это по графику, а не каждый день. Ольга Пырочкина, Андрей Шоколев, Республика.